здарова все непонятно как не ну вот что значит хочу пару мыслей у меня появилась посмотрел выпуск совершенно случайно кого-то юриста абрамова вот довольно интересным выпуском понравился он в основном разговаривает о том ну различных тренингах различных тренингах в сети типа шлахтера типа диагена типа ну в основном их упоминает поэтому я про них говорю даже тисака чем-то каким-то образом там упомянул а потом также кто там еще упоминается у него а к чергин вот ну что я могу сказать посматриваю я их всех читал книги шлахтера штуки 3 или 4 его книги прочитал в чем-то согласен в чем-то конечно тоже возникает подозрение к чергина люблю смотреть диагена что-то так пару раз видел в общем у каждого свое мнение вот ну так вот выпуск этого абрама мне понравился но что я хочу сказать ну почему то такое складывается ощущение что люди либо должны смотреть и прямо фанатеть от всех вот этих вот тренинг либо должны прямо открещиваться и наплевать на них я считаю что каждый смотрит на все эти тренинги со своей точки зрения и берет оттуда что-то ему пригождающиеся и как я уже говорил вот youtube интернет это просто средство обмена информации так как вот ты встретился с друзьями поговорил также точно ты что-то у тебя появилось в голове пошел записал видос выложил высказал свое мнение и дело уже других людей принимать его действию принимать его а на свой счет принимать его там не знаю за истину последней инстанции либо вообще наплевательски относиться денис борисов примеру отлично ведет но я уверен что он не является на мой взгляд не является каким-то там профанатором как юрист абрамов называет других товарищей вот и он же опять же призывал в первую очередь всех борисов призывает относиться ко всему критично я тоже с этим согласен ты должен относиться ты можешь смотреть на все эти выпуски там различных тренингов относиться к этому критично то есть задавать вопрос а действительно ли это так и так ли это работает приметит на практике смей что-то реально поможет что-то реально будет работать а что-то ты поймешь что это просто муть какая-то и отсеется само собой вот и все поэтому должна быть это истина где-то посередине вот но это лично мое мнение тоже интересно не его высказать в принципе понятно что всем насрать на мнение других людей но одновременно с тем кому интересно тот посмотрит может быть если у вас есть свое мнение можете высказаться в комментариях еще хочу сказать есть объективное что-то есть что-то субъективное так вот я подумал и решил что все-таки субъективное то важнее потому что субъективное это мнение твое лично сделанное на основе опыта жизненных знаний свое субъективное отношение а это твое отношение оно тебе важно может быть оно неверно в каких-то аспектах но оно что такое объективное это субъективное других людей просто напросто и все и нахер тебе нужно это субъективное других людей у тебя есть свое субъективное какое-то там истинное какое-то мнение там еще что-то и в первую очередь нужно как раз от него и отталкиваться то что там нас якобы объективное это все херня может быть на самом деле твое субъективное и есть объективное для всех может немножко так криво говорю у петра беккетова кстати смотрел выпуск по поводу того как люди разговаривают в фильмах и там и в разных таких вещах в общем там на самом деле нормально говорится почему когда ты записываешь без монтажа это всегда речь всегда менее согласованная поставленная более косноязычная чем вот во всяких фильмах не потому что там не такие говоруны а потому что тупо там нарезают работают сценаристы всякое в общем куча всего всякого монтажа вот те же кто снимает я снимаю прямо на камеру сразу поэтому сразу прошу прощения за какие-то возможно косноязычные выражения ну так вот еще раз хочу начать сказать в чем смысл выпуска в том что все субъективно всему нужно относиться со своей субъективной критичной точки зрения и во всем есть доля правды доли истины и все каждого каждого тренера каждого вот это вот может быть профанатора а может быть и нормального там тренера в определенных областях можно почерпнуть что-то реально нужно может быть именно вот это вот байда который для всех окажется байдой у тебя сработает и у тебя там начнут расти мышцы непосредственно от методик спасакукоцкого которые другие гуру обсирают потому что говорят что они без соблюдения техники а у кого-то может быть наоборот нужна точная техника и только тогда он накачается и так во всех областях вот поэтому мое мнение будьте всегда критичны все относительно и во всем есть доля истины несмотря на то что даже может быть источник этой истины и не знает об этом ладно давайте всем пока всего хорошего